Доброго времени суток! Это Инвард Дайлок. Я Анна. Я Ева. И у нас тут почти лето. И у нас тут почти шорты. И первое видео нам прислала... Александра Сапожникова. Видео двухгодичной давности не особо популярное, но нам очень захотелось его вам показать. Итак, Венская государственная опера «Балет». Это какие-то странные лебеди. Возможно, это просто утренний спектакль. Субботний. Ага, и один из лебедей перепел. Или эту девочку били, чтобы она ходила в балетную школу. Нет, она просто поела перед выступлением. Ну разве что грибов вместо Рафаэлла. Ох, что-то мне кольцо на Олимпиаде вспомнилось. Нет, не кольцо. Там две таких несинхронных. Да, одна она. Просто в разные места переходит. Да нет, точно две тут пять. Две, кто пропустил репетицию. Палешой, дружный женский коллектив. Их так много, им никак не договориться. Да что там коллектив? Слишком много рук, слишком много ног. Всего по два. Как скоординироваться вообще непонятно. Ага, а потом таки идут в подтанцовку Билана, вылезать из пианино. Да нет, тут уж скорее из старта. А потом весь Ютуб не вылезает из-под стола. Просто Немирович с Данеченко поссорились и началась какая-то особая хореография. Ладно, на самом деле так художественно лажать невозможно. Это действительно такой номер, в балете тоже шутить любят. И это просто прекрасно. Особенно их эмоции. Да кто вообще такой? Уйди из моей песочницы. Уйди, уйди. Галя, руку, дурак, дурак, дурак. О, Рояль, привет. Подождите, подождите, я не запомнила. Но, конечно, самое последнее движение работает на добивании. Никто ничего не заметил. Второе видео нам прислал Дима Захарчук. Полтора миллиона просмотров за две недели. На колбе? На колбе не считается. Считается, считается. Он грациозен, как балерина. А я знаю, почему он идет только по белым полосочкам. Потому что между ними... ЛАВА! Кстати, а почему его вообще начали снимать? Он, видимо, так шел еще до перехода. Видимо, он шпионец за кем-то. Ведь он так грациозен и незаметен, что его даже начали снимать на видео. Стоит отметить, что у этого сударя исключительно длинные и гибкие ноги. А еще там облако в форме голубя на заднем плане. Ну да, кто о чем. Я знаю, это он в столовую крадется физкультуру прогуливать. Нет, это он с лекции сбежать пытается. Нет, это он в пятницу с работы сбегает. В общем, такое поведение возможно в любом возрасте. И третье видео нам прислал... Дима Захарчук. Дима Захарчук? Да, Дима молодец. Куда-нибудь. Она у меня голова поднесла. Ночь. Женщина за рулем разговаривает по телефону. 12 миллионов просмотров и сейчас будет что-то криповое. Я, конечно, не ее молодой человек, но я совсем не понимаю. Сейчас, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта собака явно умнее, чем эта барышня. А автоподставы просто стартуют на новый уровень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, это самая эффективная реклама Субару. Она так весьма встряхивает. И ты даже не обращаешь внимания на то, что водительница слишком далеко отъехала, что что-то явно не так, когда смотришь первый раз. Но все хорошо, что хорошо кончается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, пусть и у вас все будет хорошо. Не в смысле, чтобы это была ваша машина или ваша собака, а просто, чтобы все было хорошо. И сегодня в рыцаре имени меня посвящается Лиза. Дорогая Лева, я клянусь защищать тебя на всех насторах интернета, а также своими пределами. Пить чай, чай и еще раз чай, а также в любое время дня и ночи, если готова идти к тебе на помощь. Прими меня в рыцаре своей. Лиза, я принимаю тебя в рыцаре своей. Носи этот титул с гордостью. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Лайки ставьте, пальцы вверх тоже неплохо. Плюсы там, ну мало ли, в группу зайдите, там обсуждалочки, чай и все дела. А видео на обзор вот сюда можно кинуть, а к ней в орден попасть. Всем хорошей погоды и всем чай. А кстати, а что-то вообще в этой толстовке вылезло. Она же старая. Во-первых, винтажная. Во-вторых, с клевой надписью. В-третьих, там автограф Дженса Найклза на спине. Был. Отстирался уже.